В Тирасполе подыскивают место для размещения крупного инвестиционного проекта. Автопромышленники из компаний «Вольво», «Скания» и «Опель» планируют открыть в нашей республике региональный автоцентр со всей инфраструктурой. Также от инвесторов Тирасполе планируют получить до 40 автомобилей для создания городского такси. Но это в перспективе. В этом году в планах купить для спецавтохозяйства технику для вывоза мусора, а также оборудование, позволяющего перерабатывать листву и мелкие ветви в брикеты. Говорят, из отходов получается довольно ценное топливо. Еще одно будущее приобретение – машины для переработки старого асфальтобетона. Его можно использовать при строительстве новых дорог. Хоть какая-то часть, пускай на 10, пускай на 15%, но позволит удешевить, потому что не будет подсыпка или песка, или гравия. Это позволит нам все-таки сэкономить какие-то деньги. А с другой стороны, это позволит все-таки переработать тот мусор, который уже везде. Я говорю, выйдите за город, вы видите везде. Кто куда хочет, туда и вывозят. Как повысить доходы, обсудили на совещании. С начала года в городской бюджет поступило 132 миллиона рублей. Доходы на 15 миллионов больше, чем расходы. Тем не менее, планировалось, что они будут еще выше. Миллион 400 тысяч город недополучил из-за спада производства на некоторых предприятиях, которые испытывают сложности с отправкой продукции через Украину. На внешние факторы и работу крупных заводов госадминистрация повлиять не может, зато изменения происходят на малых предприятиях. Ужесточается борьба с теми, кто не платит налоги. В прошлом месяце все таксисты и парикмахерские оформили патенты. Теперь власти планируют легализовать автомастерские, расположенные в частном секторе. Изменения ожидают и водителей грузовиков. Будем приглашать тех предприятий, которые занимаются пригородными перевозками. Валерий Степанович, посмотрите, потому что ездят они по городу. Наверное, надо с 1 января вводить им тоже местные сборные за парковку, пускай в какой-то пропорции, но его надо вводить. Предприятия пользуются городской инфраструктурой, поэтому должны платить. И еще одна важная новость для многих терраспольчан. Со второй половины июня в городе вновь начнут проводить сельскохозяйственные ярмарки. Власти призывают к сотрудничеству приднестровских товаропроизводителей, чтобы снизить цены на продукцию. Степан Бугаев, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.